Сегодня у нас 629 выпуск открытой политики и во первых строках спешу поздравить жителей Башкортостана с днем подписания Декларации независимости Республики. В последние годы о независимости Конституции и вообще, хоть о какой-то самостоятельности, вообще-то речи не идет. Само слово «независимость» вызывает порой нервный тик и у федеральных властей, и у специальных служб, и, по сути, этот день давно уже превратился в дополнительный выходной, что, собственно, возможно, не так уж плохо. Несмотря на пустопорожность повода, ради хабиров не упустил возможности гульнуть на бюджетные деньги. Созвал в Уфу кого смог, и в этот раз получилось, конечно, не очень. Даже братья-белорусы почему-то не приехали почтить этот светлый праздник. Ну, как обычно, вкусно отобедать. И в третий раз открыть арку дружбы приехал никем не признанный президент Абхазии. Ну, а также пожаловал внезапно глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Донецкий глава прибыл настолько внезапно, что, как бы, мы немножко оказались не готовы к этому прекрасному сюрпризу, и никакую арку дружбы с Донецкой Республикой построить не успели. Но Ради Фаритович тут же пообещал, что нужно подобрать какой-нибудь соответствующий всему этому символ, и, естественно, воздвигнуть его где-нибудь на набережной реки Белой. Ну, я от себя лично скромно предлагаю воздвигнуть какой-нибудь монумент в виде трех заглавных букв М. МММ. Это будет очень понятно и приятно Денису Пушилину, ведь в своей прошлой жизни он был апологетом вот этой финансовой пирамиды, ну, вернее сказать, ее украинского сегмента, и очень активно продвигал идеи МММ в народ. Ну, а потом ушел и увлекся большой донецкой политикой. В целом День Республики прошел тихо и прохладно. Ни салютов, ни концертов, ни танцев с бубнами не наблюдалось. Ну, хоть лишний выходной людям отмерили. Пока БСТ просаживает впустую бюджетные миллионы, наш канал может рассчитывать только на помощь наших же подписчиков. Потому не стесняйтесь помогать нашему каналу материально. Сделать это можно, например, через Сберкарту, которую мы сейчас вам демонстрируем на экране, и номер, который вы можете обнаружить в описании под каждым нашим видео. Мы благодарны за любую помощь, за любую сумму поддержки. Так что не беспокойтесь, это очень нужно и абсолютно безопасно. Все мы прекрасно знаем, как неистово гордится Ради Фаритович своим дворцом борьбы. Впрочем, это единственный заметный след на теле города Уфы, который удалось оставить Хабирову за все пять лет его правления. И не беда, что обошелся этот дворец, как маленький городок, построенный с нуля в пустыне. Не беда, что он, в общем-то, и не готов, этот дворец до конца, и вокруг него все еще высится леса и куча мусора. Главное, погромче бить в барабан и подпрыгивать на месте. Но на прошлой неделе случилось страшное. Спикер Верхней Палаты Российского Парламента, Валентина Матвиенко, буквально размазала Хабирова по татами. Комментируя кошмарный бюджет Российской Федерации на следующий год, Валентина Ивановна заявила, что соревнования дворцов спорта – это недопустимая гигантомания для губернаторов. А внимание нужно уделять спортивным площадкам с турниками в каждом дворе. Вот примерно такую концепцию высказала Валентина Ивановна, грозно посмотрев в сторону представителей Республики Башкортостан. Нехорошо получилось, некрасиво. Особенно в контексте того, что именно на очередное открытие вот этого пресловутого дворца борьбы, который уже несколько раз открывали, ждет Владимира Путина Хабиров на следующей неделе. Уже в ближайшие дни, я думаю, в понедельник, во вторник, мы точно узнаем, приезжает ли Путин в Уфу, и как он среагирует на этот комментарий Валентины Матвиенко о том, что вот это соревнование дворцов спорта абсолютно недопустимо в сложившихся обстоятельствах. В Башкирии продолжаются процессуальные и следственные действия в отношении многочисленных членов команды Хабирова. Руководителю управления капитального строительства Республики Башкортостан Инне Иксановой продлили домашний арест до 12 декабря. Дело генерального директора Башкира Автодора Ильдара Юланова передают в суд. Юланову и его односельчанам-подельникам расширили обвинения и сумму ущерба, которая им вменяется. Теперь это уже более 150 миллионов рублей. Прокуратура потребовала пересмотр решения суда по делу Авзалова-Жулькова, сочтя приговор в виде штрафа, чрезвычайно несоответствующим тяжести содеянного. В довершение всего, еще один закадычный друг Хабирова, а ныне иноагент, Ростислав Мурзагулов, объявлен в международный розыск. Согласитесь, интересная компания у Хабирова. А вот в деле экс-директора Башспирта все идет, похоже, к оправданию с дальнейшим награждением. Ну, как говорится, не все коту масленица. На фоне такого массового количества арестованных и привлеченных к ответственности подельников Хабирова, но при этом настолько смехотворно ничтожной ответственности, которую они несут за свои деяния, у меня появилась одна конструктивная, но при этом крамольная мыслишка. Может быть, для чиновников необходимо ввести отдельный уголовный кодекс? Вот, например, по действующему законодательству, если обычный гражданин украдет что-нибудь на сумму свыше двух тысяч рублей, его посадят в тюрьму за это. Ну, хабировские товарищи меньше пяти миллионов рублей вообще в руки не берут. Сумма меньше пяти миллионов не вызывает у них аппетита. То есть речь всегда идет о десятках, иногда сотнях миллионов рублей. И вот за это все, что они делают, вообще-то по нынешнему уголовному кодексу им железобетонно полагается длительный срок в тюрьме или в колонии. А отделываются они неизменно штрафами, какими-то условными сроками и вообще очень мягкими наказаниями. Ну, народ, естественно, в ответ сердится, недоумевает, начинает сравнивать. Вот соседа буквально там за бутылку водки с закуской, значит, мотают по тюрьмам, а какой-нибудь замминистра или министр, значит, отделывается штрафом, причем на совершенно смехотворные суммы для них. То есть суммы, которые они носят в заднем кармане своих штанов. Вот примерно так их штрафуют, наказывают, беру это слово в кавычки. Потому я предлагаю внести поправки в уголовный кодекс. Если ты чиновник, то в тюрьму сажать можно только, если украл, например, миллиард. А если украл, например, в год на 100 миллионов или меньше, то тогда премия и путевка в санаторий. Ну, можно вообще полностью освободить чиновников от исполнения, например, административного кодекса. Ну, по крайней мере, нам с вами точно от этого станет легче. А то Хабиров на своем Мерседесе опять нахватал штрафов на 62 тысячи рублей. И кто за это заплатит? Ну, мы заплатим из бюджета. Зачем? Вот такая у меня инициатива. То есть пора уже, мне кажется, вырабатывать некое параллельное законодательство для чиновников. Тогда все будет гармонично и понятно. Украл миллиард в тюрьму, украл 100 миллионов, ну, поругали, отпустили, а может и наградили. Вот как-то так. Интересно, решатся ли законодатели поддержать вот эту мою, как сказать, глубинную, частно гражданскую законодательную инициативу? Если кто-то полагает, что ставить лайк под видео, даже если оно вам понравилось, вовсе не обязательно и бессмысленно, этот кто-то очень ошибается. Каждый ваш лайк, каждый комментарий помогает увидеть наше видео все большему и большему количеству людей. Так что не стесняйтесь. Это бесплатно и абсолютно не больно. Щелкните мышкой, поставьте нам лайк, напишите комментарий. Как известно, в России спасение утопающих в первую очередь забота самих утопающих. И потому жители деревни Туль-Гузбаш Аскинского района самостоятельно и за свой счет восстановили очередной мост через местную речушку. Ну, как и многие другие, они устали ждать милости от Хабирова и от его команды, понимая, наверное, что дорогому Радю Фаридовичу не до них. Он дворцы строит и всякие арки. А вот жители 30 жилых домов 14-го квартала в Ново-Булгаково или в Булгаково, там сложно различить, еще не поняли, как на самом деле обстоит все у нас в Башкортостане. И они все еще надеются. И третий год пишут письма, обивают пороги инстанции. У них просьба есть у этих жителей. Булгаковцы, среди которых, кстати говоря, есть участники СВО, наивно хотят, знаете чего, они хотят электрификации, ну, если не всей страны, то хотя бы их собственных домов. У них, простите, в домах нет электричества. Однако им тоже пора понять, что скульптура борцов за 300 миллионов рублей на фасаде дворца на самом деле куда важнее, чем электричество в их домах. Пожалуй, что им нужно сейчас собраться все вместе, прикинуть, чё к чему, скинуться деньгами, да и провести провода в собственные дома самостоятельно. Самосознание и самостоятельность населения, это, конечно, важно и хорошо, но, увы, не всегда конструктивно. Вот обратный пример. Например, жители деревни Ташбулатова в Обзелиловском районе, будучи одержимой фобией электромагнитных излучений, обрушили вышку сотовой связи, предположив, что она их облучает 5G-лучами. Жители деревни Ташбулатова Обзелиловского района категорически не знают о том, что в Российской Федерации нет 5G-связи и, по всей видимости, никогда не будет. А вот без сотовой связи вообще они себя сумели оставить. Любопытно, что ташбулатовцы не впервые атакуют объекты научно-технического прогресса и павшая в неравной борьбе с ловкими сельчанами вышка уже вторая на их счету. Жители Уфы возмутились тем, во что вылилась реконструкция парка лесоводов, которая, кстати, должна была закончиться уже месяц назад. На вид так это вовсе не реконструкция, а какая-то деструкция, на самом деле. Посмотрите на фотографии. И тем более возмутительно, что подряд на реконструкцию опять достался все тому же пресловутому Андронику Айропетяну и его знаменитому ООО «Реалист». В этот раз он отхватил 386 миллионов рублей на реконструкцию парка лесоводов. Всего же Айропетян получил от хабировцев, и от хабирова лично, судя по всему, 3 миллиарда 100 миллионов рублей, бюджетных рублей, подчеркиваю, на все вот это вот пресловутое благоустройство. Все эти кривые досточки, ржавые трубы в парках Кашкадана и Первомайской дело рук все того же самого Андроника Айропетяна. Хабиров удивительно последователь в вопросах поддержания благосостояния бизнесменов из Солнечной Армении. При этом он не взирает на результаты их труда. Вопросы здоровья и его поддержания касаются, безусловно, всех без исключения. И поскольку российское государство все еще не отказалось, по крайней мере, официально от функции обеспечения граждан хоть каким-нибудь здравоохранением в обмен на выплату налогов, мы продолжаем пристально следить за крахом, на самом деле, по-другому не скажешь, здравоохранение в Башкортостане. На минувшей неделе стало известно, что за неисполнение обязательств по национальному проекту здравоохранения на 10 тысяч рублей оштрафован исполняющий обязанности министр Рахматуллин. Выяснилось, что помимо целой кучи мелких нарушений он допустил, например, срыв сроков сдачи целого ряда медицинских учреждений. 10 тысяч рублей. Согласитесь, страшное наказание. А ведь из-за того, что вовремя не сданы больницы, поликлиники и прочие медицинские учреждения, кто-то не получил или не получил в полном объеме медицинскую помощь. Люди продолжают болеть, а многие могли и умереть от этого. И за это 10 тысяч рублей. Ну как тут не задуматься об альтернативном уголовном кодексе для чиновников? Пожалуй, что пора вводить. При этом в РБК-2, где берегут свое здоровье Хабиров и его команда, все отлично, все укомплектовано. Медицинский персонал на 134% собран. Все блестит, все улыбаются. В связи с вышесказанным, на минувшей неделе наш телеграм-канал «Открытая политика» проводил опрос на тему удовлетворенности наших подписчиков оказанием медицинских услуг в Башкортостане. И вот результаты. Мы опросили свыше 1600 человек и выяснили, что только 7% опрошенных не испытывают никаких проблем с медицинским обеспечением. Ну, видимо, это клиенты той самой РБК-2. 28% опрошенных считают, что проблемы есть, но их можно терпеть. И абсолютное большинство, 65%, полагают, что с медициной в Башкортостане все очень плохо. И вероятнее всего, они правы. Субтитры подогнал «Симон»